Тема прошедшей недели была интересна тем, что внимание, назовём так, мировой общественности, американской общественности и российской, конечно, общественности, вот вызвало, привлекло к себе внимание интервью нашего президента Путина американскому политическому образователю и известному журналисту Такеру Карлсону, что же говорил Путин. И удачно это или нет, ну, у меня есть своя точка зрения, а вы вот сопоставляете. Начал он с исторического процесса. Да, с исторического процесса, значит, как складывались отношения там России с Украиной, естественно, выпячивая, значит, там негативное всё в сторону Украины, вот, ну, как бы восхворяя, там, российскую или тогда политику Руси, вот, и при этом он передаёт документы, там, разных, или 1654 года, там, что там Богдан Мельницкий писал, там, польским властям, там, и так далее. Вот мне здесь непонятно. Я хорошо, неплохо, так скажу, знаю Америку. Занимался профессионально ей по своей службе, бывал не раз в Америке. Вот. И я, честно говоря, вот знаю, что вот эти исторические документы никто в Америке, я думаю, и сам Такер, читать не будут. Не будут. Это, значит, вот попытка, там, что-то доказать против Украины какой-то негатив. Дальше, вот говоря об Украине, не совсем достоверно президент Путин, вот, изъясняет политику Ленина, большевиков, Сталина. И он, значит, убирает главный субъект вот этой и революции, и выстраивания отношений, значит, с Украиной. Убирает главный субъект – народ. Вот это серьёзная ошибка. Это не историзм, это не история подлинная. Это вот, ну, что-то вот один человек там, или те, кто недобросовестный там, специалисты, если они есть в администрации президенции, ему подсовывают. То есть народ здесь ни при чём. Вот там Ленин решил, там, значит, что-то большевики там в Троцком, наверное, решали, что-то и так далее. Народ решал. И вот здесь неправда ещё состоит в том, что вроде бы вот Украину втащили, и плюс вот он делает вывод с позиции сегодняшнего дня, делает вывод, что вот если бы там не записали право выхода наций и народов из состава СССР, то всё было бы красиво. Вот когда углубляюсь, и даже того Булгакова читаю, видишь, видишь, насколько сложный процесс. И Россия к 1917 году, кстати, она уже не существовала не только как империя, но и государство. Далее Украина, первая из республик, она вышла из состава России, по сути дела, объявив свою там Украинскую Народную Республику. Да, там сложные шли процессы в самой Украине, но тем не менее она вышла. Ну, потом, значит, и немцев там прогнали, Петлюра и прочие вот были, но они дрались за самостоятельную республику. Поэтому говорить однозначно, что кто-то вот за спиной там народа решил, это ошибка. И Путин в этом, значит, виноват. А не прав. Это ещё не всё. Вот, выдаёт тайну. Для меня это, собственно говоря, было понятно где-то, но вот такой конкретики я не знал, например, что по приезду с официальным визитом Билла Клинтона, президента США в Россию, Путин, значит, обратился. И это не в порядке анекдотов, чужие официальные лица. Путин обратился к Клинтону, возьмут ли Россию в НАТО. Вот он. Возьмёте ли вы Россию в НАТО, если она там подастся? Клинтон сказал, что да, это интересно, но я должен посовещаться своей командой. И вечером на ужине Путин констатирует, что вот я там посоветовал со своими, и говорит там Владимир, это сейчас невозможно, то есть отказал. Так вот, что провоцирует Таккер у Путина? Какой фразой провоцирует? Вот он говорит. А если бы он, Клинтон, сказал да? И вот здесь самое-самое интересное, ответ Путина. Если бы он сказал да, начался бы процесс сближения, и в конечном итоге это, вступление в НАТО, могло состояться вот так. Нам вешали лапшу на уши, да, что НАТО наш там противник, ну, где-то мы дружили и прочее-прочее. Но, но, но. Этим всё не заканчивается. И мы имели данные, разведка наша тогда неплохо работала, что нашему руководству России, значит, объясняли, американские специалисты прежде всего, объясняли, что Клинтон сказал, что это сейчас невозможно, но в будущем это возможно. И объяснили, вот, порядок вступления в НАТО. Вот, есть такая программа, ПДЧ её называют. То есть это какой-то, значит, какой-то вот, значит, какая-то прихожая, через которую все страны проходят. Они должны, значит, там выровнять стандарты своих вооружённых сил с НАТОвскими, перейти на общую систему связи, взять какие-то обязательства на себя и, то есть, готовиться к НАТО. И вот этот процесс обрёл, ну, знаете, вот 2007 года конкретное воплощение в жизнь. В февраль 2007 года Путин выступает на Мюнхенской конференции, международной конференции по современному миру, и он там жёстко критикует, как бы, вот эту политику США и НАТО, и он, как бы, ставит условие, что мы-то войдём, но вы тоже изменяетесь, ради чего мы будем входить там. И поэтому он заявляет на Мюнхенской этой встрече, ну, позицию России, если она будет членом НАТО. Но Путин делает хитрый ход. Он осторожный человек, и он полагает, что решение о вступлении в НАТО, а также и вхождение в эту международную вот эту систему торговли через МВФ-то. Да, это пусть делает младшенький Дима Медведев. Пусть он вот эти все решит проблемы, и я приду уже тогда, когда Медведев разрешит эти проблемы. Политика Медведева заключается в следующем. Первое, значит, это улучшение отношений США и НАТО, перевод систем вооружения и средств связи и управления вооружённых сил на оборудование стран НАТО и Израиля. И третье, что Медведев готов к вступлению в НАТО. То есть вот эта программа подготовки к членству в НАТО, она реализовалась. И дальше Середюков, которого, кстати, назначил Путин, вот после своей мюнхенской речи назначил. Он приступил к разрушению советских вооружённых сил, переориентации вооружённых сил, значит, от противостояния с Западом, ну, обороны от Запада, будем говорить, защитой от Запада, к международному терроризму. И стал расформировать дивизии, потому что в странах НАТО, европейских особенно, это основным соединением является не дивизия, они переходили, а бригады. Он делал это, даже Таманскую и Кантемировскую дивизии он перевёл на бригадный состав. Так что вот всё и то, что он разваливал вот эту армию, какие кадры готовил там, вот мы говорили уже, что назначил женщину начальником главного управления военных кадров и военной науки. Там, да, подготовка военных кадров, военной науки и так далее. То есть, вот уходили от советской вот этой военной мощи и переходили к армии такого типа, ну, куда пошлют борьба с терроризмом, а куда пошлют, куда НАТО прикажет. То есть, этот процесс шёл. И что случилось дальше после возвращения Путина в 12-м году на пост президента, вот эта политика продолжилась до тех пор, пока, значит, вот не начались события на Украине. Так что вот это я хотел довести, чтобы мы знали, кого мы избираем. Кого избираем. И вот факт, что Путин проводил и будет проводить эту политику, ну, вот то, что он, посмотрите в своём интервью, я не буду всё говорить. Вот про НАТО я сказал. Но сколько он предложений дальше. Вот мы вступали там. Мы для того, чтобы вот задружиться, мы отдали им то и прочее, прочее. Но, опять же, вот это сопровождает всё его интервью. Нас обманули, нам не позволили, договорились, но не сделали. И так далее, и тому подобное. Поэтому вот я просто заявляю, что абсолютно никакой не то, что любви, но даже уважения к российскому народу, к многонациональному российскому народу, у Путина нет. И, может быть, вот эта операция, спецоперация на Украине, ну, может быть, в какой-то форме это месть, что вот вы нас не приняли, вот получите. Возможно, это так. Возможно, я ошибаюсь. Попри все, мы, шановні глядачі, вистояли и обовязково переможемо. Бо разом мы сила. Підпишитесь на канал, ставьте вподобайку, пишите свой комментарий, а поширюйте цю информацию.